Приветствую, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня мы с вами посмотрим на еще одну LEGO Technic новинку, набор 42-164, багги для гонок по бездорожью или как-то так. И этот набор заслуживает небольшого вступления. В последние годы в LEGO Technic была такая концепция, выходило два маленьких набора по 10 евро. В том году был грузовичок Аэротрак, в этом году у нас не два маленьких набора, а один. Вот этот вот бюлдозер за 10 евро, на который мы тоже обязательно посмотрим. Потом шли два пуллбэка по увеличению цены, наверное 20-25 евро примерно у них была цена. И следующий набор, такой не пуллбэк, с какими-то интересными функциями, скажем так, это уже были довольно дорогие наборы, типа Corvette 42094, Bugatti 42151, то есть уже довольно большие и ощутимо более дорогие наборы. Здесь же у нас, по сути, новая ценовая категория, официальная цена этого набора 16 евро и количество деталей 219, согласно официальному сайту. Вот в этих маленьких наборах количество деталей обычно 150-170, в зависимости от набора. И у нас, да, теперь появляются вот такие вот, скажем так, не совсем маленькие наборы, но еще и не очень дорогие. И это, в принципе, может быть интересно. Ну и на этом вступлении мы заканчиваем. Мы видим, что тут много-много функций в этом наборе нас ожидает. Открываем. Да, так же, как и в других новинках 2024 года, B-моделей не будет в этом наборе. Долгое время в маленьких наборах B-модели сохранялись, но, так сказать, на этом все. В мусоровозе были у нас бумажные пакеты. Здесь мы видим, пока что переход к бумажным пакетам не осуществлен. Две книжки с инструкциями, лист с наклейками, довольно большой для такого маленького набора, но гоночная машина, так что ожидаемо. И колесики. Сборка разделена на два этапа. И на первом этапе у нас нет ни одной длинной балки прямой, что бросилось в глаза, только вот такие загнутые. Большое количество мелких деталей в синем цвете, некоторое количество деталей. Вот эта вот панелька в синем цвете, наверное, не очень часто встречается. Это необычный желтый, это такой вырвиглазный, как в вертолете 42-145. Ну и из интересного, не знаю, амортизатор с мягкой пружиной, пара шестеренок. Так-то, в общем-то, ничего сверхъестественного. Вот что мы имеем после первого этапа. Пока что выглядит невразумительно, но сборка интересная. И довольно интересная геометрия у модели. Много там внутри всяких коннекторов, которые позволят реализовать интересный функционал. В модели будет привод на одно колесо, но в такой модели на 200 деталей это, по-моему, упростительно. В отличие от моделей на 900 деталей. И будет у нас здесь даже макет двигателя. Неожиданно. Для такой маленькой модели классная функция. Правда, сам двигатель, он очень как-то плохо закреплен. Тут как бы систем деталей сделаны такие упорчики, но по факту сделано это очень как-то, ну, мне не нравится, как сделано. То есть для самоделки, да, прикольное решение, но для официальной модели тут все болтается. Они практически не держат этот двигатель. Я считаю, что в официальной модели это должно быть сделано как-то покачественней. Детали второго этапа в чем-то похожи на детали первого. Нет длинных балок. Тоже есть парочка загнутых, правда, немножко другой длины. Есть две синие панельки. Есть панельки в этом вот странном желтом цвете. Две балки длиной 7 с поперечно чередующимися отверстиями. Полезная добавочка. И также есть у нас два колесика широких в черном цвете. И узкие колесики здесь у нас в синем цвете. Впервые в LEGO. До этого в синем цвете эти колесики не выпускались. Это здорово. Ну и интересно, ради какой модели они их перекрасили. Мне кажется, что, наверное, не ради этой маленькой машинки они выпустили деталь в новом цвете. Возможно, скоро мы их увидим еще в других наборах. Итак, друзья, модель закончена. И надо сказать, что она мне понравилась. По внешнему виду особо нечего тут комментировать. Понятно, что это модель из небольшого количества деталей. Например, вот эти элементы вообще никак не закреплены. Но можно это рассматривать как настраиваемую аэродинамику. Короче говоря, к внешнему виду не придираемся. И мне кажется даже, что эта модель лучше будет выглядеть без наклеек, чем с наклейками. Потому что вот так она довольно стильно выглядит. Тут два цвета плюс черный. А тут еще какие-то розовые появятся вставки. Вот на эти желтые панели тоже добавятся черные и синие. Будет какое-то непонятное пестрое пятно. А так она выглядит, по-моему, вполне себе закончена. Касаемо функции. Функция номер один. Привод на одно колесо. Макет двигателя четырехцилиндровый. Видно, наверное, плохо. Но вот там вот эти две штучки перемещаются. Еще две штучки с другой стороны. И там у нас как бы четыре цилиндра. Бункция номер два. Рулевое управление. Модель управляется наклоном. Это не новая фишка. Хотя в Лего Техник мы не часто такое видим. Я вот вспоминаю красно-черную модель. Не знаю, 25-летней примерно давности. В систем наборах не так давно выходили даже специальные детали. Такая функция была реализована. Я даже обзор делал. И в целом, да, рулится модель приятно. И, ну, здорово, что что-то новенькое появилось. Понятно, что можно было сделать и по-другому рулевое управление. Но работает, да, хорошо. Так болтается. Но когда катаешь, как бы все нормально рулится. Можно толкнуть. Она едет по прямой. Если не наклонять ее. Тут все нормально. Ну, ощутимое сопротивление создает двигатель. Вот эта передача 20 на 12. Поэтому сильно далеко она не уедет. Но как-то катится. Это еще у нас не все. Сзади есть подвеска. Мы же помним про амортизатор. Вот он установлен. И из-за того, что она, да, еще может наклоняться. Этот весь задний мост так вот ходуно уходит. Плюс вот так вот еще большой ход, да, прожимается. Такая, да, неплохая, в принципе, подвижность. Наверное, довольно приятно будет играть. Дорожный просвет небольшой. Наверное, порядка одного студа. Сейчас попробуем что-нибудь. Не знаю, палец переедет. Да, переедет вполне себе. Да, нормально. Игровая модель. Правда, я ее катил за что-то и оторвал. Спойлер. Но и это на самом деле еще не все. Так, здесь у нас есть, да, фары. Есть еще одна функция открывающейся двери. Вот так вот она выглядит. Особо ничего она не открывает. Как будто бы панели, если бы вперед были сдвинуты, то это как-то выглядело бы более осмысленно. Но тогда они бы начали цеплять колесо при повороте. Поэтому это некоторый компромисс. Так, ну, небольшая добавочная функция. Плюс добавили детальки для дверей. Ну и хорошо, как бы лучше, когда что-то двигается еще дополнительно, чем если бы здесь вообще ничего не было. Я так считаю. И в итоге получилась вот такая вот приятная модель. Можно сказать, с большим количеством функций. Как сделано рулевое управление? Рулевое управление сделано, да, довольно интересно. Вот этот мост у нас болтается на оси. Но вообще у него, да, две точки вращения. Он представляет из себя параллелограмм. И как бы вот в такой плоскости, в горизонтальной. И в вертикальной плоскости тоже. Это параллелограмм. Но только вот эти вот балки, верхняя и нижняя, они смещены. Верхняя вот она вот здесь вот, да, качается. А нижняя, она на один стут сдвинута. И из-за этого при наклоне еще и поворачиваются колеса. Трудно, да, это как-то объяснить абстрактно, словами. Ну, просто можно скачать инструкцию, собрать буквально, не знаю, 10 деталей, чтобы собрать этот мост и посмотреть, как это работает. Но суть в том, что, да, оси вращения, верхняя и нижняя, они еще разнесены на один стут вот в этой, как бы, плоскости. Относительно продольной оси автомобиля, скажем так. И в итоге, да, получается вот такая вот интересная функция. Ну и, как я сказал, да, движок там как-то болтается. Но это не мешает ему работать, как бы, тут так-то все нормально. Все работает. Ну, просто выглядит не очень эстетично, потому что он там непонятно вообще, на чем закреплен. Вот такая вот получилась моделька. Мне однозначно понравилась. И как игрушка, я думаю, понравится. И с точки зрения того, что это лего техник. Очень даже приятно, что здесь есть несколько разных функций и довольно интересно сделанных. По части ресурсника, это уже, конечно, вопрос философский. Тут особо ничего нет, никаких новых деталей. Ну, вот пара этих балок длиной 7, колеса в синем цвете. Списки деталей, как всегда, на ваших экранах. Это дело очень субъективное. Но, в первую очередь, да, этот набор интересен сам по себе. Вот как моделька багги. Прям порадовал неожиданно. Ну и на этом, друзья, я буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Огромное спасибо за поддержку. Под видео, как всегда, будет ссылка на мою страничку на Boosty. И до скорого. Пока.